если говорить серьезно ой кстати смотрите взяли жарга ради такла против зона офигеть мало так вы видимо понимаете но мало такла всего 6 гномов давайте еще жарга возьмем так вот это же по сути получилось в минус 7 я имею ввиду я потерял команду и потерял мотивацию да я потерял команду я потерял мотивацию вы потеряли зрелище в этом сезоне а он еще и минус в карму получил ведь все в минусе эта ситуация луз луз а должны быть ситуации вин-вин не знаю еще шурхенды я не вижу у зонок стрипбола я брал жарга когда играл в ладдере на хд пару раз когда выпадал на лесных эльфов когда у меня еще не было крепких рук и там это имело смысл ну паспаса не надежда имба очевидно проблема в том что сезоны рубла идут очень долго ну суть такая смотри в чем проблема рубла есть значится дивизион нулевых команд в котором все должны качаться потом ты идешь в нижний дивизион потом средний потом вышка сезон длится девять недель и еще две недели это межсезонье то есть для того чтобы например поиграть в высшей лиги рубл тебе условно говоря нужно потратить два месяца ну я плюс-минус говорю даже больше 22 с половиной месяца ты тратишь сквеги сало потом средний то есть ты тратишь ну 8 примерно 8 месяцев на то чтобы выйти вышку но при этом если ты поел говна то в принципе уже все как бы тебе те может быть если убили команду нет смысла оставлять ее есть смысл опять спускаться на дно и качать ряда ты пропустил концовку до смерть силы силового парня ты не увидел ну как тебе сказать два трупа смерть силового бегуна развалил это то я себе жопу развалил вот жопу я себе развалил вообще прям от души душевно в душе да понимаю проблема в том что там убили другого сам сначала убили был тринадцатый ход был тринадцатый ход не на тринадцатый ход убили линейку с опытом я вижу что драка идет уже на его стороне я цепляюсь за мяч и я думаю наверняка он сейчас будет пытаться типа забить гол и не будет блицовать в бегуна который стоит далеко от всех а он сначала пытается в три красных ударить бегуна но я это не понял его я сразу не понял смысла его действия а потом он еще раз блицует бегуна только уже типа огром через там далекие пути и вот это вот ну есть грайндкор есть я говорю я просто день не считаю вот этот пути возрождение команды из пепла каким-либо интересным адекватным и туда-сюда а ты предсказал что умрет бегун швед ну и зачем меня игры мне губне очень грустно я вот прям я конечно доиграл матч нормально там не считая моментов с тем что забыла шестнадцатом ходе ну да ладно ну типа у меня ноль удовольствия от всего этого как как в старом меме насчет роты этого казино и вот это вот пока ходы все делают более-менее терпимо грустно конечно играть против зоны когда у них больше гордо ну вот видите да вот эти по счету и не скажешь но мы победили 2 0 в пользу дворфов я глубоко просмеял все легкие после того второго казынь обозначающего смерть бывшей звезды единственного игрока тянувшего команду тачи дворфс понимаете вот по этим двум уже предложениям вы меня вот по-вашему после прочитав вот это я могу к нему хорошо относиться ну серьезно ну только не говорите мне что это не звучит мразотно или вот конец потом где-то на третьем ходу я подумал-подумал и плюнул на всякую позиционную игру отключил мозг и расслабился ну так что не знаю да да ты не поверишь что действительно есть люди есть люди которые пишут целые темы с лором своей команды вот например нас в чате есть девушка миднайт киттон у нее есть целая тема команды в которой она пишет отчеты я просто я я могу понять много я могу понять файлы на 16 ход я могу там понять я не могу понять другого ребята я не могу понять вот до сих пор спустя столько времени как можно играть в эту игру не на результат вот здесь я ничего с собой не могу поделать вот когда я вижу что человек не играет на результат а играет на удаление команды у меня горит вот совершенно честно и справедливо я говорю об этом мне неприятно играть с людьми которые ставят себе целью первую очередь сломать команду не испытываю от этого катарсиса и удовлетворения ну лока понимаешь чем дело я может быть с глубине души с тобой согласен а вот видишь как практика показывает показывает что ты попадаешь на команду в которой одни винни джонс и они вырывают тебе ноги вот и все так что дело не в том как мы с тобой хотим дело в том как она работает на самом деле вот чем проблема а на деле оказывается что игра про животных и для животных вот и все я в любую игру не могу играть без побед условно говоря во мне видимо многовато тестостерона или чуть подобное понимаете по крайней мере вот чем хорош чемпион сладдер ну тебе чел чё-нибудь напишет в чемпион сладдере и и в принципе ты забанил чатик и ты спокоен а на рубли тебе могут и в чат и стрима прийти а еще потом напишут отчет типа ахахахаха я тебе команду убил лошара если это делает игру спортивной то я видимо плохо шарю в спортивных играх сорян мне меня такой ландер не трогает войс если меня такой рубл не трогает не как бы не чувствую этой как ее называют то плохо перекрылся лайт монг дает шанс в общем я не чувствую в этом глубинной соревновательности извините но говорю главная проблема в том что эти вонючие гномики прокляты вот эти вонючие гномы они просто прокляты вот я в этом уверен ну не знаю на сто процент нас на сто сорок шесть процентов зовите владимира владимировича у меня нет больше уверенности что эта команда проклята вот я не знаю я практически уверен что сейчас видимо мне папа прет я выйду в средний но у меня снова же желание играть на них нету лучше мне в утреннюю кашу насрал бэм вот лока сколько соревновательности в том что твой оппонент после матча пишет ха-ха-ха-ха-ха я убил тебе тему я вас чет не понимаю но как-то по моему ну такое не душа щипательная короче название проклятого правильно прикрыл осталось на месте ну пишет и пишет чё бубнить то ну да надо посмотреть кто у тебя там в группе я же еще узнал что косар кости пошел в сквиги и взял хд очень логично после хаоса конечно ну правда кстати я пока смотрю смотрите есть туманы есть орки из тех кто может попасть и есть пивас есть силат на цыганах и есть флибустьер ну в принципе понятно окей ладно я согласен есть если мне может попасться флибустьер я просто вот даю тысячу процентов что если может быть флибустьер будет флибустьер да не ребята дадут флибустьера просто нет не сомневайтесь там кроме флибустьера ничего дать там там вот будет 500 команд выпадет флибустьер я что не знаю это же каждый раз одно и то же ну вот буду ждать игру лока с собаком с хохой с тимоном верю в тимона ну и с остальными животными там посмотрим просто просто посмотреть на соревновательность я хотел бы попасть на пиваса и зафармить его я врать не буду у хохи хаос у хохи хаос тот старый с кучей силы ну лока я могу только сказать что тогда будет вдвойне обиднее их терять понимаешь только по моему мериться с хохой количеством не лока в среднем играет я понимаю что лока похож на игрока сало но он в среднем так вот у хохи там хватает да и для того чтобы дать типа один разочек мбк лп он в пятую силу влит швед кубку убил и не такое и без всякого и вас играет на габле ты не видел сегодняшний матч я сегодня стримил игру пиваса против комбинатора и там типа пивас просто уничтожил хобби там 8 травм по моему было по или или сколько там к это бесчисленное количество травм было но комбинатор проклят другим комбинатор до сих пор верят что на бидонцев можно играть так же как на этих шабидония может играть так же как орки а потом пишет миссаги на форуме типа все было хорошо пока мы не умерли как бы не поспорить если не был хороший день вот пока рубл не сыграл я себе пойти я я корю себя даже не зовут это вот я имею ввиду ну ладно умер силовик я себя корю за то что я серьезно играл вот это по моему он он того не заслуживал вот просто просто он того не заслуживал типа блин с такими не надо играть серьезно не давать им эту как называется не кормить тролля короче не кормить огра я ступеропан начал играть на победку похоже на ну понимаешь ногогрыз оппонент сам себе привез вот буквально сам себе привез и этим оправдал то что после этого начал играть на убийство моей команды он буквально бездарно подставил мяч и после этого решил типа просто убивать меня получилось все что можно сказать ну таких гениев полно просто обидно когда у них это выходит понимаешь ну я говорю я я дурак я дурак не надо играть на результат надо играть ради удовольствия я не понимаю как но видимо есть какой-то способ я его до сих пор не нашел на есть еще вторая есть еще вторая вещь который я жалею надо было минус поставить после того как я прочитал его потрясающую миссаку я поставил знаете вот бывает такое что вы нагрубили человеку да и потом начинаете корить себя и думать ну зря я это сделал может быть я не прав а потом вы узнаете этого человека чуть получше и думаете ля надо было еще и обоссать вот это как раз тот случай вот но в чатике получается сидел допускаю допускаю не уверен но могу в это поверить учу пиропан будет пытаться забить сейчас опять супер звонка будет нет видимо и не оператор решил не спешит ладно сусти а сколько чей у пера планы надо посмотреть пиропан же играет по соли сейчас я поищу опера пан оказывается проиграл первый да точно же проиграл блин да нас пиропаном не сыграть жаль чет я ожидал терапана большего мне не нравится этот маг вот здесь кстати неправильно сыграно надо было короче подводить игрока сюда отсюда делать blitz в 1d подбирать коровы и уходить в закат проблемы долго нет нога крыска я за и абсолютно три плей уйду то есть просто понимаете вот это стечение обстоятельств мне убили лучшего игрока я поймал 11 на деньги и мне не хватило буквально денег для того чтобы вот из того что поймал 11 мне надо было поймать 3 плюс чтобы выкупить нового бегуна а я кинул 11 на деньги блиц коровой я бы лучше все таки ударил бы два плюсом они коровы и подбирал бы коровы чтобы не тратить клетки уходим в закат ну ладно да мучил киропан да было не вору я пришла согласен ну и 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 чем евгения к себе такого ученика взял вот в евгении есть какое-то благородство он как тот кит претка тот японец и из киберпанка я чуть никого не хочу брать я бедов вернул бы но правила рубла говорят нет соси ну там не прямо так написано в правилах на почти найдешь способ радоваться трезвым расскажешь спасибо за поддержку но я не уверен что найду нога грыз есть некоторые сомнения нет я скажу так просто радоваться жизни я могу радоваться жизни играя в бб получается крайне редко вот чем дело а а а а видимо пера пан остановит я так чувствую что бладболы есть жизнь ой лока сомневаюсь я возьми фан поиграть дбб3 гоблины халфы или по спортивных мэрей я говорю я не умею играть и на результат я могу играть только ради побед мне не интересно играть по фану я пробовал не то не то крайне редко попадают матчи где получается 10 на пофанится а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дружеские фалы продолжаются Ну, молодец, Пиропан, что завел все-таки одну девочку на гол А, да, аж двух девочек Ну, почти Ну, вот за это Пиропан молодец То, что он решил в этой ситуации попытаться вытащить ничью, это... Победку, это хорошо Запускай, Нагагрэс Запускай, я к тебе приду смотреть, если чё Всё, нечем заняться Пойду, хард-контент в Азурке подаю и к тебе пойду Пошла коровка типа на гол Четыре плюс дочь Не РР, кстати, правильнее, пожалуй Хотя шансы на гол всё равно минимальные То есть Сначала снимут вот этого парня, который на гол забежал А вот это плохо, что Пиропан потратил РР так рано Теперь надо бы заранее подвезти двух игроков сюда Но одного точно стоило подвезти Корова-то добегает на гол Да, я знаю, Лайтмон Я с тобой согласен Вопрос просто в том, что Пиропан что-то немножко странное делает Пиропану бы задефаться, а Пиропан вместо этого как-то быкует Неужели он сейчас полетит до Джомб типа в это? Похоже Нет, всё-таки, всё-таки странно немножко Можно было до ударов после траты рерола перекрыться Ну, такой матч вышел Никто не умер, серьёзно Эх, грустно Я теперь во всех матчах буду смерть их ждать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!